Я готов приветствовать всех, кто присоединился к нам через прямую трансляцию. Я приветствую наших драгоценных левобережных братьев и сестер, которые собрались в ДК «Радуги». И где бы вы не были, где бы вы не находились, в каком месте и в каких обстоятельствах вы бы не оказались, если вы сегодня здесь присоединились к нам, либо в этом зале, либо на левом берегу в Новосибирске, либо в любом месте этого земного шара через прямую трансляцию добро пожаловать. Потому что мы сегодня окунемся в Слово Божье, а Слово Божье, оно живо и действенно. Поэтому в чем бы ты ни находился сегодня, знай, что у Бога есть для тебя ответ. Знай, что у Бога есть для тебя какое-то предложение, какое-то слово, которое готово прийти в твою жизнь, разрушить дела дьявола, освободить тебя на свободу и наполнить тебя перспективой новой вечной жизни. Аминь. Поэтому добро пожаловать на богослужение Церкви Завета. Мы сегодня имеем опять эту удивительную возможность собраться вместе и погрузиться в Слово Божье. Когда я читаю книгу Откровения и вижу, что там представлен Иисус на белом коне, и написано, что имя Ему Слово Божье. Только представьте, воскресший Бог, который уже вечный, который прошел этот путь по земле, и вот теперь эта реальность там на небе, и Он называет себе Слово Божье. То есть Он настолько ассоциирует себя со Своим Словом, Он настолько связан с этим Словом, что Он фактически воплощается в каждом Своем Слове. Он не может сказать и не исполнить, пообещать и не сделать. Он не человек, чтобы солгать. Поэтому, когда мы прикасаемся к Слову Божьему, ради этого стоит отложить все свои мысли, все свои заботы. Ради этого стоит отказаться абсолютно от всего, чтобы это время погрузиться в размышления над Словом Божьим. Потому что, если ты его возьмешь, несмотря на все препятствия в твоем разуме, в твоем сердце, может быть, вокруг кто-то тебя начинает смущать или отвлекать. Вы знаете, я заметил, что дьявол старается приложить максимум стараний, лишь бы своровать то, что Бог для тебя приготовил. С этого начинается притча о сеятеле. Иисус говорит, что Царство Божье подобно тому, когда человек вышел и начал сеять семя. И первое, что происходит, прилетают какие-то птицы, которые пытаются своровать это Слово. И потом Иисус объясняет, что это дьявол, который приходит и старается своровать Слово, которое Бог приготовил для вас. Поэтому давайте склоним головы и посвятим это время Господу во имя Иисуса. Отец, мы провозглашаем Твою власть на этом месте. И мы благодарим Тебя, Господи, за Слово, которое Ты приготовил для нас. Мы благодарим Тебя, всемогущий Бог, за те откровения, которые Ты приготовил для каждого из нас. Спасибо Тебе за силу Твою в Слове Твоем. Спасибо за эту истину живую, которая обогащает каждого, кто прикасается к ней. Мы Тебе поклоняемся. Мы благословляем Твое имя и доверяемся в Твои руки. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Бог дает нам так много обещаний разных на страницах Святого Писания. Так много обещаний, так много обетований, что когда Ты открываешь эту книгу, они так и хотят выпрыгивать в Твою жизнь. Бог хочет благословить жизнь каждого человека. И сегодня я хочу предложить Вам одно из таких очень важных обещаний, которые прозвучали однажды из уст Иисуса Христа. А также я ожидаю, что каждый из Вас получит для себя какое-то новое, хотя бы одно откровение, которое осветит Вашу жизнь и поможет Вам делать следующие шаги за Господом. Я прочитаю из Евангелия от Иоанна, из 6 главы, 35 стих. Я прочитаю чуть дальше, до самого 40 стиха, но мы будем это делать сегодня с Вами поэтапно, частями, чтобы ничего не пропустить. Итак, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих. Иисус же сказал им, «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Это греческое «никогда» усиливает отрицание. Там Иисус использовал это греческое слово, которое усиливает отрицание. То есть, никогда этого не будет. И Он утверждает, что каждый человек, приходящий к Нему, не будет жаждать, то есть, хотеть кушать, не будет алкать, то есть, хотеть пить. Никогда! Вы скажете, «Вот это здорово!» Я помню, на страницах Библии также читал, что одна женщина, когда услышала, говорит, «О, всегда нам Господь, пожалуйста, давай вот такую воду, такой хлеб нам давай, чтобы мы там не ходили, лишние силы не тратили, чтобы воду черпать, чтобы хлеб где-то добывать». Но, когда мы читаем слова Иисуса, обращенные к нам, то надо понимать, что Он рассматривает человека не просто как тело, которое имеет определенные нужды – поесть, попить, одеться и так далее. Когда Иисус, когда Бог обращается к человеку, смотрит на человека, Он рассматривает его в целости. Он рассматривает и хочет, чтобы человек был целостный. Это значит и дух, и душа, и тело, чтобы были в порядке, чтобы все нужды и души, и духа, и тела были покрыты, чтобы человек был удовлетворенным человеком полностью. Сколько людей живут сегодня в этом мире, имея даже физический какой-то достаток, они не имеют нужды в том, чтобы покушать, чтобы попить, чтобы нормально одеться, но они просто помирают от этой жажды, от этого голода, потому что не могут никак насытиться, не могут никак почувствовать себя удовлетворенными. Они покупают еще больше вещей, они покупают еще больше разной изысканной еды, но голод внутри какой-то, какой был, такой и остается, а потом еще и усиливается. Сколько людей сегодня в этом мире, которые просиживают возле телевизоров, пытаясь насытить свою душу. Они смотрят зрелище за зрелищем, они испытывают разное, я разговаривал недавно с одним человеком, верующий человек, и он мне рассказывает, как он смотрел фильм, и говорит, ой, там так страшно было, я немножко послушал, и до меня доходит, он смотрит ужастики. Я говорю, ты что, смотришь фильмы ужасов? Он говорит, ну да, ну так иногда, ну знаешь, мне вообще не страшно на самом деле. И вот я вижу человека, который внутри имеет голод, который имеет внутри неудовлетворенность и пытается удовлетворить себя какими-то чувствами, какими-то эмоциями, какими-то стрессами. И вот он включает телевизор и смотрит эти ужасы и открывает свою душу для страхов, для демонов, для бесов, цель которых прийти и не благословить, и не насытить твою душу, а украсть, убить и погубить. У дьявола нет другой цели, нет другой идеи, и больше ничего другого у него нет. Сколько людей сегодня просиживают не обязательно возле этих фильмов ужасов, а просто смотря сериал за сериалом, просто пытаясь увидеть какое-то зрелище, увидеть что-то интересное, увидеть что-то, что пощекочет нервы или ум, или интеллектуально как-то, значит, поможет человеку развиваться. Сколько людей тратят в пустую это время, но так и не могут насытиться. Сколько людей сегодня кушают, кушают, кушают и не могут насытиться, просто физическую пищу, уже понимают, что это чревоугодие, уже понимают, что это вредит здоровью, но не могут остановиться. Почему? Что это за голод, который внутри у каждого человека есть, и человек разными способами пытается удовлетворить себя, а кто-то жаждет справедливости, и он думает, что если все будет справедливо вокруг него, если по отношению к нему будут справедливо поступать дети, как должны дети поступать, жена, как должна жена поступать, там если это жена, то муж, как муж должен поступать, они требуют справедливости, они раздражаются, если что-то не так, они злятся, они выходят из себя, потому что думают, что именно вот в этом вся суть, почему они чувствуют себя неудовлетворенными, вот если бы другие как-то по-другому стали себя вести по отношению к ним, конечно, они были бы удовлетворенными, это обман, потому что сколько бы ты не пытался найти этой справедливости, тебе всегда будет мало, если просто твой взгляд будет на себя, и любой способ удовлетворить себя, удовлетворить не только свое тело, удовлетворить свою душу, свой дух, и быть целостным, счастливым человеком, любой способ, если в нем нет Бога, это просто утопия, это просто пустая трата времени, человек может всю жизнь потратить на поиск того, что сделает его удовлетворенным человеком, и в конце своей жизни будет сожалеть о том, что он так и остается разрушенным, неудовлетворенным человеком, но то, что написано здесь, это сильно ободряет, потому что Иисус сказал, что Я хлеб жизни, в этом слове хлеб все для человека, Он говорит, Я хлеб жизни, Я готов удовлетворить не только твою плоть, позаботиться не только о твоих финансах, Я готов удовлетворить твою душу, Я знаю из чего она состоит, Я ее творил, Я знаю в чем ты по-настоящему нуждаешься, Ты сам можешь даже не понимать этого, А Я знаю, Я твой Создатель, Я твой Творец. Приходящий ко мне, Иисус говорит, никогда, никогда, ну вдумайтесь в это, Он говорит, никогда не будет алкать и не будет жаждать приходящий ко мне, потому что Я хлеб жизни, а потом Он учил молиться своих учеников, которые попросили, научи нас молиться, Иисус говорит, молитесь так, Отче наш, сущий на небесах, досвятится имя твое и дальше, и дальше, и потом говорит, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. О чем Он говорит? Он говорит, зови Меня в свою жизнь, Я хлеб жизни, подавай хлеб насущный на сей день. Мы сегодня имеем какие-то нужды, мы сегодня имеем что-то, что должно восполнить наши нужды, Господи, приди в нашу жизнь. Я вижу, Иисус предлагает здесь это сотрудничество, этот путь по жизни, И Он обещает, что каждый человек, который придет к Нему, он, который будет идти по жизни вместе с Ним, он никогда не будет неудовлетворенным человеком, он никогда не будет алкать и жаждать, о чем говорит здесь Иисус. Конечно, речь не о том, чтобы человек, приходящий к Иисусу, стал как овощ, которому абсолютно никого ничего не надо, но речь о том, что каждый, приходящий к Иисусу, будет удовлетворенным человеком. Аминь. И послушайте следующее, что Он говорит в 36 стихе. «Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Вы видели Меня, Иисус говорит, вы имеете все эти перспективы, быть полноценными, насыщенными, но вы не верите. И от того, что вы не верите, я не могу насытить вас так, как хотел бы». Вы видите и не веруете. Нам иногда кажется, что если бы мы жили тогда, во времена Иисуса, то, конечно, нам было бы намного легче верить, ведь мы видели бы тогда Иисуса, вот Он перед нами, мы бы могли потрогать Его, спросить у Него что-то. Дорогие, но Иисус обращался тогда к тем людям, которые Его видели, и не было какого-то особенного вида или величия божественного перед ними. Они смотрели, как на обычного человека, сына плотника, и им было очень трудно поверить. Я думаю, что сегодня нам с вами намного легче верить в Иисуса Христа, потому что мы живем спустя уже более чем 2000 лет, мы уже знаем, что все, что написано в Библии, это истина. Мы знаем, что Иисус не просто был сын плотником, Он был сыном Божьим, что Он пострадал за наши грехи, и что Он воскрес из мертвых, разрушив узы смерти. Мы знаем сегодня, кто Он, поэтому нам сегодня намного легче верить. Но как тогда, 2000 лет назад? Так и сегодня, спустя столько времени, уже все зная, многим из нас так трудно верить. Я думаю, что Иисус мог бы так же сказать, что вы видели Меня, но не веруете. А как же видеть Иисуса в своей жизни так, чтобы веровать? Как это вообще может проявиться? Я думаю, что это проявляется не только тогда, когда ты молишься. Я думаю, что это проявляется, когда после молитвы ты идешь по этой жизни и сталкиваешься с разными ситуациями. И какие-то ситуации тебе нравятся, а какие-то ситуации тебе вообще не нравятся. Ты сталкиваешься с какими-то людьми, какие-то люди тебе нравятся, симпатичны, а какие-то тебе вообще не нравятся, и ты готов их просто подальше от них держаться, от этих людей. Но именно в том, как мы поступаем в определенных ситуациях, именно в том, как мы относимся к тем людям, с которыми встречаемся в жизни, именно от этого зависит, именно это показывает, насколько мы верим Иисусу Христу. И следующий стих, в следующем стихе Иисус говорит о своей вере. Он говорит, ребята, вы видите, но вы не верите. Отсюда недостаток вашей жизни, который вы пытаетесь потом восполнить. И дальше Он делится своей верой. Обратите внимание, Он показывает нам пример, как Он верит. И вот, что Он говорит в 37 стихе. Все, абсолютно все, что дает мне Отец, ко мне придет. И приходящего ко мне не изгоню вон. Вот она вера Иисуса Христа. Он идет по жизни, и я не вижу, что Он бежит по жизни. В своих планах, озабоченный каким-то своим распорядком. Я вижу, что Он планирует день, но Он очень чувствителен к тому, что происходит вокруг Него. Он очень чувствителен к тем людям, с которыми Он встречается. Он чувствителен к тем обстоятельствам, в которых оказывается. И вот Его вера. Он говорит, я Сын Божий. Моя жизнь принадлежит Отцу. И все, что дает мне Отец, оно приходит ко мне. Это значит, что я иду по жизни, и все, что приходит ко мне, Бог допускает, Отец допускает. Отец предлагает какую-то ситуацию. Отец предлагает какого-то человека, какие-то взаимоотношения. И вот взгляд Иисуса. Он говорит, я не изгоняю это вон. Я не пытаюсь убежать от своей жизни. Я не пытаюсь убежать от своей реальности. Я не пытаюсь выбрать, какие люди мне нравятся, какие не нравятся. Я принимаю то, с чем встречаюсь, как то, что допускает в мою жизнь Отец. И я вижу, как он внимательно относится к тому, с чем встречается. И в этот момент, по всей видимости, открывается это знание, которое приходит от Отца. Как поступить? Как отреагировать? Что надо сделать? Вот Иисус приближается к городу. Это описывается в Евангелии от Луки, в 7 главе с 11 стиха. Вот Иисус приближается к городу. Вокруг Него ученики, вокруг Него большая толпа народу. Открываются ворота города и выходит оттуда толпа. Погребальная церемония. Хоронят сына одной вдовы. Она вдова, она потеряла своего мужа чуть раньше. И вот она потеряла своего сына. Знаете, в культуре, в той культуре того времени, это было очень страшно. Женщине остаться без мужа, остаться вдовой и еще лишиться сына. И остаться одной в этом мире. В той культуре это было очень сложно просто выжить. Поэтому это была очень печальная церемония. Они шли и хоронили этого юношу. И вот Иисус идет. И вот навстречу выходит эта толпа. Но обычное дело так-то. Постоянно похороны же. Кругом кто-то умирает. Что здесь необычного? Откуда он знает, кто там и как? Можно бы же было пройти мимо. Он направлялся в город. Он не планировал останавливаться с этой церемонией. Я думаю, как бы мы поступили? Наверное, я бы подождал, уступил бы место. Пусть бы они прошли как-то, если там было мало места. И потом я бы пошел дальше, наверное, в свой город. Но Иисус написано. Евангелие от Луки, 7 глава, с 11 стиха. «После этого Иисус пошел в город, называемый Наин. И с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею. И сказал ей, «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Нельзя было прикасаться к умершему. Церемония, конечно же, остановилась. Несшие остановились. А он сказал, «Юноша, тебе, говорю, встань!» Мертвый поднялся, сел и стал говорить. Я не знаю, что он там говорил. Это не написано, я только догадываться могу. Вау, ребята! И он что-то им рассказывал. Он что-то говорил. И шок сменился на другой шок, просто от радости. И они все там просто счастливые были. А Иисус, написано, отдал этого юношу матери. Дорогие, я вижу здесь, у меня подчеркнуто красным карандашом, ключевое слово в этой истории. 13 стих. Здесь написано, «Увидев ее, я думаю, что это то, чего нам так часто не хватает». Мы бежим, и мы не всегда готовы увидеть глаза этого человека, с которым мы встречаемся. У нас где-то внутри какие-то шаблоны. Этот такой, этот бомж, этот алкоголик, это легкого поведения девушка, скорее всего. Это просто ребята тусуются, это, ой, им ничего не надо, отвязная молодежь. Это да, этот уже пожилой, ему уже ничего вообще не надо. И у нас где-то могут быть какие-то шаблоны свои, и мы идем просто по жизни, как в каких-то своих планах. Мне кажется, нам не хватает именно то, что сделал Иисус. Он увидел ее. Он увидел ее. Представьте, вокруг него огромная толпа. Вокруг этих похорон огромная такая же толпа. Но он увидел ее. Он заглянул туда, в эти глаза. И он увидел там такую боль, такое отчаяние. Одна в этом мире. Никто не сможет помочь. Я думаю, не просто Иисусу жалко стало. Я думаю, в тот момент, когда он увидел ее, в этот же момент, он увидел сердце отца, которое открылось ему там. И он внутри захотел что-то сделать. И пришла эта вера, и пришло это дерзновение. И он говорит, не будет так. Юноша, а ну давай вставай. Хорош, вставай. Юноша встал. И заговорил, написано сразу. Нам не хватает увидеть человека. Я вижу, что божьи люди, они такие. Можно приводить пример Иосифа, который сам раб, сам в тюрьме сидит, заходит в эту темницу, а там два вельможи какие-то загруженные сидят, сны им сложные приснились. И он обращает внимание и говорит, что-то лица у вас какие-то другие. Он заглядывает в их глаза. Божий человек, живущий с Богом, заглядывает в глаза. Он смотрит не просто на ситуацию, в которой оказался. Он смотрит не на выгоду, выгодно остановиться сейчас или нет. Он заглядывает в глаза. Потому что там, в этих окошках души, можно увидеть это самое драгоценное, что есть у Бога на этой земле, эту тушу. Иисус, увидев ее, среди всех толп-толп, сжалился. И мы видим чудо. И мы видим то, что произошло. Вы знаете, я предлагаю дальше прочитать то, что здесь написано. Нам, конечно, бывает, не хватает времени. Нам кажется, что есть наши планы, которые как-то разрушатся, если мы остановимся, если мы что-то начнем говорить, если начнем вникать как-то. Я вспомнил буквально позавчера, я ехал на машине, и, к стыду своему признаться, оказался в той же категории людей, которые не видят. И я ехал на машине. Знаете, бывает сейчас перед светофором какой-нибудь инвалид стоит, либо без ног, либо без рук, или с одной рукой, и попрошайничает, значит, у тех водителей, которые останавливаются. И кому знакома история? Да-да, вы знаете об этом. И я много раз это видел. И вот я проезжаю, и он стоит. И вот мои мысли. Сейчас на трезвую голову-то я понимаю, что это неправильно. Не, я не пью. Я не к тому. Я к тому, что, знаете, мы можем быть пьяные не только от вина. Быть алкоголиком можно от своих дел. Быть алкоголиком можно от своего мышления. Ты просто обольщенный чем-то. Вот ты и пьяный. И вот я еду, и этот человек, я просчитываю так. Сейчас светофор загорится. И как-то неловко, что ли, если я подъеду, и он прямо в окошко и будет что-то просить. Денег особо нету. Вот, что ему сказать? Я не знаю. Я ловлю себя на том, что мне трудно разделить с ним его проблему. Мне трудно посмотреть в эти глаза открыто, честно, прямо. Мне трудно посострадать в этот момент. Почему? Ситуация больше, чем я. У него ног нет. Он на двух култышках бегает от одной машины к другую. Эта проблема больше, чем я. Я не знаю, как ему ответить на эту проблему. И из-за этого я опускаю глаза. Я просчитываю, думаю, как я сейчас светофор загорится, проехать мне неловко. Я думаю, это то, чего нам не хватает. Иисус говорит, вы видите меня, но вы не верите. Вы знаете, что я живу внутри вас. Вы знаете, что я Бог всемогущий. Вы знаете, что я могу сделать абсолютно все, но вы не верите. Вы рассчитываете, по всей видимости, на свои силы. И когда мы смотрим на свои силы, они очень ограниченные, возможности очень ограниченные. И я смотрю, я опускаю голову, я не знаю, как им помочь. Я не знаю, когда смотрю на этого бомжа, он годами ходит, я не знаю, как ему помочь. И мне легче просто пройти мимо. Я понимаю, кругом ходят бомжи. Когда кто-то в какой-то большой проблеме, я не знаю, как помочь. Мне легче просто пройти мимо. но Иисус, Он учит нас другой вере. Он говорит, я верю так, что все, что Отец хочет мне дать, оно ко мне и приходит. Я не верю, что в моей жизни есть какая-то случайность, говорит Иисус. Я не верю, что просто оказался я в какой-то ситуации непредвиденной, и Отец что-то просмотрел. Я не верю, что я встретился с каким-то человеком, у которого такая проблема, которую я не знаю и не смогу решить. Я верю, что все, с чем я встречаюсь в своей жизни, допущено Богом, и у Него есть Его воля для этой ситуации, для этого человека, абсолютно для чего-всего. И если я не буду смотреть на свои силы, на свои возможности, если я буду веровать, что тот, кто во мне, он больше любого, кто в этом мире, то я смогу набраться смелости, подойти к любой проблеме, к любому человеку и посмотреть в глаза, и постараться понять, что там. И в этот момент я могу получить так же Иисус, как получал каждый раз. Этот ответ с неба. Этот ответ от Бога. И для Него нет ничего невозможного. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. И вот, что Он говорит дальше в 38 стихе. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить свою волю, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. И Я воскрешу Его в последний день. Так много мыслей. Так много мыслей. Господь дай нам откровение на каждый стих этого Писания. И Иисус говорит, Я сошел с небес, дорогие. Если Иисус сошел с небес, со Своих настоящих, вечных, если Он согласился оставить Свои небеса, чтобы прийти на эту землю с одной целью творить волю Отца Небесного, то неужели не тем более ли нам нужно так мыслить? У нас не такие небеса-то, с которых надо спуститься. Но я думаю, точно так же, как Иисус спустился со Своих небес, чтобы заглянуть в глаза каждого человека, живущего на этой земле. Сегодня Он нам дал Духа Святого, чтобы мы могли спуститься со Своих небес, с небес своих планов, с небес своих понятий, с небес своей культуры и начать делать то, что хочет делать небесный Отец. Ведь Он для этого избрал нас, чтобы мы не свою волю творили, но волю пославшего нас. Ведь точно так же, как Отец послал Иисуса, Иисус послал нас. Он говорит, идите в этот мир, идите в этот мир, проповедуйте, говорите. И это не формальные слова, неформальные законы. Это прежде всего, когда ты заглядываешь в глаза, когда ты касаешься этой души, и Бог даст ответ. И вот, что здесь интересно еще написано, о чем я хочу остановиться. Написано, кстати, первое, что Иисус говорит, Он говорит, воля Отца Моего. В чем? Хорошо, я отказываюсь от своей воли, Отец, открой мне свою волю. Иисус говорит, во-первых, воля Отца, чтобы ты никого не погубил. Воля Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить. Если вы посмотрите в оригинале это слово не погубить, то это значит не повредить, не отказаться. Я бы сказал, просто не отказаться, не пройти мимо. Понимаете? Бог формирует нашу жизнь. Он допускает что-то в нашей жизни. Абсолютно через все это Он хочет прославиться. Аминь. И вот наш выбор. Или мы пойдем по жизни в своих планах, разрушая Его волю. Разрушая Его замыслы. Почему? Мы со своих небес не можем спуститься. Мы со своих планов не можем спуститься. Хотя внутри все горит. Ты понимаешь, ты видишь этого человека. Потом едешь. Я недавно ехал, ехал, смотрю человека вот на праздник Пасхи буквально. Возвращаюсь счастливый. Идет вдоль дороги, бредет паренек, совершенно потерянный. Я проезжаю, но я же вижу, что он идет потерянный. Дожди крапает ему ровно. Он идет по Ипподромской улице вдоль этой магистрали Каменской и потерянный. Я проезжаю мимо. Мне внутри надо остановиться. Но так неудобно на Ипподромской улице останавливаться. Я проезжаю мимо, мало ли кто идет. Я дальше себе объясняю, но этот голос звучит. И ты можешь его либо задавить совсем, забудь тогда про исполнение воли Божьей, либо все-таки ты спустишься со своих небес. Я чаще всего, вот у меня так трудно работает почему-то все это внутри. Я еду, торможу, потом разворачиваюсь, трачу намного больше времени и все равно приезжаю к этому человеку. И вот я приезжаю к нему, останавливаюсь, выхожу, знакомлюсь, говорю, что с тобой, что-то на лица на тебе нет. Он, да, все нормально, сам смотрю, руки разбиты, подрался или что, телефона нет, а так нормальный паренек. Что-то произошло, какая-то беда произошла. И вот он идет, я не знаю, что он, может быть, следующий через 20 метров он решил свернуть на эту магистраль поднесущуюся машину, я не знаю. Но когда я с ним остановился и стал говорить, я видел, как Бог касается его сердца. Я говорю, друг мой, сегодня Пасха, сегодня такой праздник, Христос воскрес, у него никак не тени улыбки. Я говорю, Бог, все может изменить в твоей жизни. И я видел, как он, как его душа алчит, которая, жаждет, которая, она питается, она питается, она питается. Дорогие, это наше призвание спуститься со своих небес и прийти в этот мир и касаться этих сердец и смотреть в эти глаза. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную и я воскрешу его в последний день. Во-первых, не погубить, во-первых, не отказаться от ситуации, от человека, во-первых, остановиться и подумать, что отец хочет сделать в этой ситуации прямо сейчас. А дальше надо видеть эту волю Божью. Воля Божья, чтобы каждый человек, видящий сына и верующий в него, имел жизнь вечную. Две вещи надо. Надо увидеть сына и надо уверовать в него. Когда это 2000 лет назад, было нам проще понять, потому что там Иисус ходил в человеческой плоти и кто хотел, мог приехать в Иерусалим и познакомиться с Иисусом и увидеть Его, а дальше у них был выбор, поверить Ему или нет. Иисус говорит, вы видите Меня, но не верите. Каково же сегодня, спустя столько времени? А я верю, что Слово Божие не меняется никогда. Эти два условия остаются и сегодня. Для того, чтобы человек уверовал, для того, чтобы однажды Он воскрес из мертвых, для этого Ему надо увидеть Иисуса. Ему надо увидеть Иисуса. Ему нужно ни мусульманство, ни христианство, ни еще что-то. Ему нужна ни религия, ни набор каких-то особенных хороших правил. Ему нужен Иисус. Каждому человеку нужен Иисус. И сегодня это призвание церкви. являть Иисуса. Сегодня воля Божья в том, что и было две тысячи лет назад, чтобы каждый человек, видящий Иисуса, где Он теперь в нас живет, чтобы каждый твой сосед, видящий Иисуса и верующий в Него, воскрес из мертвых однажды, был спасен однажды, был исцелен силою Божьей. Дорогие, сегодня так много у Бога планов для каждого из нас. Я слышал, как люди говорят, я знаю это мнение, что сегодня людям неинтересно о Боге, да, оно было так же две тысячи лет назад. Никому неинтересно было слушать этих фарисеев и законников, которым, по большому счету, дело не было до этих людей. Им нужны были деньги, их нужна была, их перспектива, власть какая-то, и свои планы у каждого, но они прекрасно цитировали места Писания. И написано, они обходили море и сушу, чтобы найти хотя бы одного, и никто не хотел за ними идти. Точно так же можно было сказать, что людям нет дела до Бога, но когда пришел Иисус, когда пришел Сын Божий, когда Он стал заглядывать в эти глаза, когда Он стал касаться этих разрушенных душ, этих судеб, люди толпами повалили за Ним. Мытари, блудницы, грешники, фарисеи, знатные, незнатные, все измученные своими душами, все алчущие, жаждущие, они побежали просто, потому что Сын Божий был на этой земле. Сегодня Сын Божий расточил, раздал Себя церкви. Он сегодня живет внутри каждого уверовавшего и пригласившего Его в свою жизнь. Сегодня на нас призвание. чтобы каждый увидел Иисуса, сталкиваясь с нами. Мы в субботу пошли на праздник, перед праздником Пасхи. Это было удивительное переживание. Мы брали интервью, мы приглашали через пригласительное этих людей на праздник к нам. И мы ходили, а вокруг нас еще 3-4 человека ходили вот эти флайеристы, которые раздают флайера, значит, пригласительные всякие листовки в магазины там, еще куда-то приходят, да. То есть, человечески посмотреть, такая конкуренция вообще. И знаете, как люди проходят, вы знаете, мы сами так проходим, проходим, зачем нам нужны эти листовки, эта информация, уже так, уже неинтересно, кругом вот эта информация, и мы со своими листовочками. Но когда я подходил к человеку, я заглядывал ему в глаза и говорил, с праздником вас! И мне было так интересно видеть, как человек, который загруженный, угрюмый, вдруг поднимал глаза и тоже пытался улыбнуться и посмотреть на меня. Это было так интересно. Я видел, как Иисус Христос касался этих людей. А с одним мужчиной, когда мы разговаривали возле метро, уже наши все друзья по сторонам, в другом местах были, и я разговаривал с мужчиной, с одним пожилым, и я ему рассказывал то, что Бог говорит. И он мне что-то говорил, тоже Библию где-то читал, а рядом стояла молодежь, несколько человек. И они так развязно себя вели, тут пирсинг все эти такие, такая молодежь, знаете, современная, вот такая интересная, и вот они там и маты, и все. Я боковым зрением словил как-то, что когда я стал говорить вот с этим человеком, мужчиной о Боге, один прям обернулся, посмотрел и дальше. Как будто ни в чем не бывало, разговаривал. Я говорю этому человеку, Бог говорит и что-то говорю, и вдруг этот молодой человек разворачивается от своей компании, подбегает прямо ко мне и выкрикивает, да Бог много что говорит, а кто отца моего вернет? И убежал в метро. Просто развернулся и бежать, что есть сил. Меня как волной обдало какое-то, и я думаю, и я думаю, Боже, как этому мальчику увидеть тебя? Кто покажет этому мальчику тебя? Он все свои проблемы связывает как-то с Богом, он понимает, он только слышит Бог, душа его реагирует, но он обманутый, он не знает живого настоящего Бога, у него есть боль какая-то. Дорогие, за этот день субботний перед Пасхой мы взяли интервью только у 120 человек, это минимум. Кроме этого, мы раздали около тысячи пригласительных и тоже старались коснуться каждого человека. Это было удивительное время, удивительный день, и мы увидели, как много в этом мире этой нужды. люди сегодня просят, покажи мне Иисуса, дай мне увидеть Иисуса. Я хочу поверить, но я не могу, я хочу увидеть, где этот Иисус, где этот Бог. Я уверен, что вы множество раз слышали, покажите мне Бога, где? Иисус говорил, видящий меня, видел Отца. Он не стеснялся этот говорить, он не смущался это говорить. Дорогие, давайте жить и говорить так, чтобы люди видели Иисуса, который живет в нас, и смогли уверовать. И тогда имя Божье прославится на этой земле. И тогда я верю, что то же самое, что происходило 2000 лет назад, будет происходить сегодня. Люди будут бежать в церковь, люди будут бежать за теми, кто имеет Иисуса, потому что они будут видеть Его. Люди сегодня нуждаются в нас, но они нуждаются не в нас. Они нуждаются в том, кто живет внутри нас. Я хочу помолиться вместе с вами, дорогие. Я хочу попросить, чтобы Бог помог нам веровать в Иисуса Христа. Чтобы мы осознавали, что Он заботится о каждой нашей нужде. И души, и тела, и духа. Бог позаботится о нас. Он обещал, что Он позаботится. Он говорил, не надо тебе переживать об этом вообще. Посмотри, птицы небесные, как живут, не трудятся ничего, посмотри, как у них все хорошо. Или растения, посмотри, как растут, и не придут, и не заботятся о себе. Посмотри, как Бог их одевает. Иисус рассказывал о своей вере. Он говорил, доверь свою жизнь Богу. Он позаботится. Но твое призвание оставить свое небо и показать Иисуса Христа на этой земле. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы поклоняемся Тебе, Бог наш. Мы благодарим Тебя за то, что воля Твоя была в том, чтобы Сын Твой пришел на эту землю. За то, что воля Твоя была в том, чтобы все люди увидели Его, Сына Твоего, Господи. Мы благодарим Тебя за эту совершенную, прекрасную волю, которая открылась однажды, еще две тысячи лет назад. Господи, мы молимся о том, чтобы не погубить ничего из того, что Ты даешь нам. Мы молимся, чтобы не пройти мимо той ситуации, которую Ты допускаешь в нашу жизнь, чтобы явить свою волю, чтобы прославиться, чтобы разрушить дела дьявола в этой ситуации и в жизни человека, который с нами встретится. Господи, мы молимся Тебе об этой благодати. Даруй нам, Господь, являть Сына Божьего. Даруй нам жить так и поступать так в каждой ситуации, чтобы давать место Иисусу, чтобы Иисус мог действовать через каждого из нас. Господи, мы благодарим Тебя. Мы доверяемся в руки Твои и поклоняемся Тебе. Царь Великий и Всемогущий, будь прославлен, будь превознесен выше всякого имени, будь превознесен выше всякой проблемы, будь превознесен выше всякой трудности, Господь. Иисус, Ты разрушил узы смерти, не говоря о том, что разрушил всякую болезнь. Господи, являй Твою славу, дай нам быть чувствительными каждому человеку в каждой ситуации. Научи нас заглядывать в глаза человека, страждущего, жаждущего, алчущего. Научи нас касаться души человеческой так, чтобы она ожила, чтобы Ты дал жизнь каждому человеку, который соприкоснается с нами. Господи, мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за все, что Ты совершишь, за волю Твою, Господь, для нашей жизни. Благодарим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. И весь народ да скажет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok